Праве превратиться в чиновника? Нет. От предложенного места отказался. Лучше в родной Яранск, уездным агрономом. И началась боль. Вятский хлеб, худосочные полоски, нищие поля. На скудных наделах от силы 45-50 пудов с десятины. Чем помочь? Конечно же, надо улучшать сорта. А может быть, выводить новые? Крестьянское поле. Какое зерно хотела бы ты иметь? Полное, чтоб было. Тяжелое, да породистое, отвечали за него мужики. Чтоб стебель был крепкой и достатной. Не ломался бы под ветром, не крошился бы под градом. Да чтоб не боялась рож морозов и жару сносила. И вздыхали крестьяне. Откуда такой взяться? На просьбы Рудницкого предоставить ему условия для опытной работы, Яранская земская управа ответила отказом. 1911 год. Начало службы на опытной станции. Вятская сельскохозяйственная опытная станция. Несколько гектаров земли и скромные возможности для работы. Для него ясно. Селекционную работу надо начинать с ведущей продовольственной культуры Азимой Ржи. И вот уже закладываются опыты с местными крестьянскими сортами. Со всех уездов собирает Рудницкой по тысяче зерен и засевает на маленьких отдельных участках. Год за годом отбирает по зернышку самые крупные, самые тяжелые, самые выносливые экземпляры. Правильной однородной формы и даже одинаковые по цвету. Осенью сеял вручную, весной и летом наблюдал за растениями, многие выбраковывал еще на корню. Из остальных же отбирал только несколько колосьев. Из года в год. Три, пять, семь. Усложнялись опыты. Уже не просто отбирал лучшие зерна, но активно вмешивался в их развитие, воспитывал в них необходимые качества. От лучших зерен к наилучшим. И находил самые урожайные. Но настал страшный день, когда пришлось преждевременно выкопать все посевы, уничтожить в несколько часов работу многих лет. Приглянулось место губернской управе для других нужд. И ликвидировали опытное поле. Лишь горстка новых зерен осталась у Рудницкого. Начало 20-х годов. Выведен новый сорт озимой ржи. Вяткой назвал его Рудницкой. Хороший колос, крупное зерно, высокие мукомольные и хлебопекарные качества. Сорт способен давать урожай 45-50 центнеров с гектара. Время пока такое, что о масштабном распространении сорта не может быть и речи. И раздает селекционер свою вятку мелкими партиями в окружающие деревни. Кто мог увидеть тогда в груди зерен будущий могучий урожай колхозных полей? А цифры начинали ошеломлять. Высокий урожай в Красном Октябре у Прозорова. Отличные результаты в совхозе Боровской. Шли сообщения из других хозяйств. Прибавка урожая на 30%, на 35, на 40. Несколько лет. И вот уже районированная зимая рожь вятка в 60 областях страны. 1932 год. Под посевами 400 тысяч гектаров. Еще пять лет. 7 миллионов гектаров. Сорт Рудницкого становится мировым стандартом по зимостойкости. Многие годы вместе с Рудницким работал Василий Григорьевич Смирнов. Ныне доктор сельскохозяйственных наук. Главной особенностью его работы, с моей точки зрения, было то, что он являлся очень глубоким знатоком естествознания и биологии развития живых организмов. Особое внимание он всегда уделял индивидуальному развитию растений. Особенно тех, которые он селектировал в течение 40 с лишним лет. Ну, наиболее известными работами Николая Васильевича были работы с рожью, как известно, вятка, вятка 2, Р-13 и в нем венер. На примерах работы с рожью я могу сказать следующее. Работая в первые годы с Николаем Васильевичем, он всегда сам оценивал окончательно. Принесешь такое растение, покажешь Николаю Васильевичу, он внимательно осмотрит его и говорит, а я бы его не взял. Почему? Не то сочетание признаков. Каким должно быть? Ну, это вот лет десяток поработаете, так сами узнаете. Это надо просто понять, а не рассказать. Ну, Николай Васильевич, десяток лет – это очень долгий срок, мне хочется сегодня знать. Ну, мне тоже улыбнется, мне тоже сегодня хочется многое знать, но я еще далеко тоже не все знаю. Николай Васильевич, будучи глубоко образованным естествоведом, надо сказать, прямо был селекционером широкого профиля. Наряду с зерновыми он занимался зернобобовыми, картофелем, овощными и бахчевыми культурами, плодовыми и ягодными, и даже декоративно-цветочными растениями, стремясь украшать свою родную землю новыми, более ценными сортами. 1933 год. Рудницкий создает станцию овощных и ягодных культур. 1937 год. Станция преобразована в областную опытную по растениеводству. Убежденность множила силы. А Рудницкий был убежден, можно улучшить любую культуру. И составляет селекционер целую программу научных исследований плодовых и овощных культур. Он испытывает свыше 150 сортов яблонь и выводит для области несколько морозоустойчивых. Появляется столовый картофель даль, высокоурожайная капуста, черная смородина, крыжовник, ценные перспективные сорта томатов и баклажан. Любо-дорого было видеть 600-граммовые морковки-любимицы, короткоплетистую тыкву весом 33 килограмма, фунтовые луковицы, огурцы-телеграф по килограмму 220 граммов штука, дыни, созревающие в 55-70 дней, а еще арбузы в открытом грунте, и слива, и сахарная свекла. Опыты, 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 успешные, радующие, закладывающие основу промышленного садоводства и овощеводства в нашем крае. Энтузиазм отца в этой работе передался и сыну Антону. Ныне известный ученый Антон Николаевич, автор пяти сортов яблонь, районированных в нашей области. 1948 год. На государственные испытания передан сорт азимы ржи «Вятка-2». Основная цель жизни ученого оставалась прежней – создание ценных сортов зерновых культур. И не было на Вятской земле таких, которые обошел бы он своим активным вниманием. А итог – более 20 новых сортов, выведенных под его руководством и в содружестве с другими селекционерами. Ячмень-винер, овес-мираж, овес-жемчужина, пшеница-лютестен-116, кормовой овес-магистраль. Конечно, не за красивое название высевали эти сорта на миллионах гектаров России. Но вершиной славы стала «Вятка-2». Когда прошли первые испытания нового сорта азимы ржи, оказалось, что дает она прибавку урожая в 3-3,5 центнера с гектара. Необычайно крупное светлое зерно, почти равное пшенице содержание белка, высокая зимостойкость. Тысячи зерен старой крестьянской ржи, с которой когда-то начиналась работа, весили 17 граммов. Тысячи зерен ржи «Вятка-2» – 40 граммов. И пошла она широким потоком на колхозные поля. Уже в 1950 году «Вятка-2» возделывается в 13 областях Нечерноземья. Сегодняшний ее день – поля более 30 областей республик. Соавтором Рудницкого в создании нового сорта был Казьма Антонович Глухих. В природе сортов без недостатков нет. Некоторые сорта недостаточно урожайные, другие недостаточно устойчивые против полягания, третьи имеют недостаточно качественное зерно и так дальше. Сорту ржи «Вятка» была присуща недостаточно устойчивость против полягания. И недостаточная урожайность. Вот чтобы устранить эти недостатки сорта «Вятка» и повелась селекционная работа при создании сорта ржи «Вятки-2» с Николаем Васильевичем у меня было очень и очень много вопросов, которые мы обсуждали. При обсуждении этих вопросов мы не всегда были одного мнения. Но в результате длительных обсуждений, проведения экспериментов, постановки опытов мы приходили к единому мнению и решали сообща этот вопрос. 1948 год. Создан Зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока. Он давно мечтал об этом. Будет в родном городе научный институт, будут отличные лаборатории, теплицы, обширные поля для исследований. В иных масштабах развернется коллективное опытничество. И вот уже три десятилетия института. На его базе создан Северо-Восточный селекционный центр. В лабораториях, на полях, на Фаленской селекционной станции, родине знаменитой ржи, создаются новые сорта сельскохозяйственных культур. Районированные ячмень луч и Север-Один, овес скороспелый и кировский, картофель новинка. Новое время требовательнее старого. На землях с высокой агротехникой нужны новые сорта зимой ржи. И появляется голубка, значительно превосходящая знаменитого предка по урожайности и другим качествам. А на государственном испытании еще и звездочка, и славянка, и кировская тетраплоидная. Более 30 новых сортов сельскохозяйственных культур передал институт на государственные испытания. Еще около 20 передаст в годы десятой и одиннадцатой пятилеток. Талантливый архитектор ботаники Николай Васильевич Рудницкий сказал однажды, «В душе я немного художник и люблю, чтобы все было красиво. Каждое растение мне кажется замечательным произведением искусства. Это любовь и в его учениках». 1935 год. Рудницкий избран академиком. 1947 год. Рудницкому присуждена государственная премия. Одним из пионеров отечественной селекции называли Рудницкого еще при жизни. Высокообразованным естествоведом провозглашались трибун. Вторым Мичуриным окрестила его печать. А он, не поддававшийся отчаянию во времена тяжелые, не поддавался славе во времена светлые. В его маленьком кабинете постоянно люди из деревни. Он был помощником для тысяч, и тысячи помощников были у него. От них, и прежде всего от них, ждал он решающего слова о новом сорте. Он не любил поучать, но он любил учить. Учить тех, кто будет работать в поле, в саду. Он учил и учился сам. Незадолго до смерти обратился через газету к молодежи. Всегда помните, что учеба – это ваш гражданский долг. Работала вместе с Рудницким, училась у него и Зинаида Ивановна Пилотович. Работать с Николаем Васильевичем было очень приятно. Он был внимателен. Как к работе, как мы... Только вот уберешь сорт из питания, уже надо ему дать данные, чтобы сейчас же их просмотреть. И так каждую работе он вникал в каждую мелочь. Также, кроме работы, со мной работало тогда только окончившие две девушки. Теперь они уже кандидаты наук. Он им уделял особо большое внимание. Следил за... Как они работают на литературе, как тематику, методику. Все следил, как правильно ли они ставят вопросы. Также в работе он часто задавал, «Ну, а как вы живете? Как ваши бытовые условия?» Я говорю, «Ну что, хорошо ведь. Дом-то ведь у вас очень старый». Я говорю, «Ну, построить новый будем жить в новом». Потом дети. У нас тогда ведь не было здесь ни тротуаров, ни асфальта. Очень было грязно ходить в школу. Он говорит, «Надо бы как-то организовать транспорт, чтобы наших детей возить в школу». Потому что невозможно же так ходить. Вот видите, он был внимателен во всех, по всем вопросам. 4 июня 1977 года. Исполнилось 100 лет со дня рождения Рудницкого. Да, биография его продолжается. Продолжается в делах учеников и последователей. Июль 1977 года. В Кирове проходит сессия отделения Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук, посвященная столетию со дня рождения Рудницкого. В большом разговоре об Азимой Ржи, о ее селекции, семеноводстве и сортовой агротехнике, первое слово о нем, о Рудницком. Поклон его памяти. Поклон его делам. 50 лет творчества – это не только прошлое. 200 новых сортов Рудницкого – это не только вчерашний день. Живут, колосятся, шумят на ветру колхозные нивы высокоурожайных хлебов. Самое главное народное богатство ложится в зернохранилище. Хлеб он всегда трудный, он всегда подвиг. В нем долгая жизнь и подвиг Рудницкого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова